Здравствуйте! Сегодня мы расскажем, как обрезается персик летом. Это летняя обрезка. Что в ней достигается? Мы делаем, укрепляем урожай, то есть плоды становятся в полтора-два раза крупнее, формируется сильная крепкая крона, ветви делаются не такие длинные, они укорачиваются, и тем самым персик не ломается ни зимой, ни летом от урожая. Дерево делается более мощное, более урожайное. Расскажу вам коротко, как это я делаю. Значит, вначале, первое разветвление однолетнего побега я перевожу секатором на боковую ветку. И этот же побег я укорачиваю на нижнюю почку. Вот так вот. Если есть длинный побег, один и второй, тот, что более на периферию выходит, мы его также укорачиваем на боковые ветки с первого яруса. Вот раз, два, три, вот на третью. Укоротим на боковую ветку. Эти веточки мы укорачиваем. Укорачиваем. А то, что ветка, которая идет внутрь кроны, мы ее обрезаем. Большие ветки, которые идут внутрь, мы полностью их вырезаем на кольцо. Грубо говоря, обрезка происходит так же, как весной, только она летняя и не вредит растению, потому что очень легко зарастают срезы. В данном случае еще раз покажем. То, что идет внутрь, вырезаем. То, что идет на бок, мы переводим на боковую ветку, которую укорачиваем. И так все дерево. Маленькие веточки, которые растут внутрь, тоже убираем. На данном случае тоже на боковую ветку. Если они маленькие, я ее даже не укорачиваю. Чуть побольше укорачиваю тоже на нижнюю почку. Идем дальше. Опять же, вот большая ветва, которая имеет три однолетних побега. Переводим на первую или вторую ветку боковую. Их укорачиваем. Даже просто на одну оставлю. Тоже так. Эту тоже на боковую. А эту большую ветву мы полностью убираем, потому что она более внутренняя. То есть идет внутрь крона и загрущает крону. Здесь, если побег очень длинный и аж на конце идет разделение, просто оставляем полметра и укорачиваем на нижнюю почку. Он потом пустит отсюда побег уже второго порядка. Идем далее. Просто плодовая веточка. Мы ее просто укорачиваем. Здесь тоже переводим на боковые, а не короткие мы их оставляем. Значит, этот тоже на боковые. Значит, этот побег, смотрите, значит, он идет вверх. У него есть снизу боковой побег. Можно просто перевести на нижний, можно перевести здесь. В данном случае я на вторую веточку. Переведу то, что идет внутрь, убираю. Так на всех ветвях. Что это нам дает? На этих веточках будут закладываться плоды. Вот здесь. Веточка короткая, она не будет сильно ломаться. И этот побег тоже может выдержать большой урожай. Он не будет ломаться, к примеру, как этот. Вот под урожаем он вот так будет нагинаться. Этот же будет стоять прямо. Выдержит любой урожай. Дальше. Значит, этим просто укоротим. Вот опять же. Еще раз повторюсь. Первый ярус разветвления. Укорачиваю на боковую ветвь, которая идет на периферию. Более длинные укорачиваю. А побег, который идет внутрь кроны, вырезаю. Очень простая технология. Персик можно обрезать с июня, с 20 июня по практически август. Делаю я 2-3 зеленых операции. Данное дерево ни разу не обрезалось, для того, чтобы было видно, хорошо, чтобы ветви хорошо вырезли, чтобы вам была показана внутренняя ветка, внутрь убираясь. Так, в принципе, все. Вот уберу еще один пробег. Значит, вот что получилось. Мы уменьшили крону почти в полтора раза. Тем самым мы уплотнили скелет дерева, что дает возможность ему выдержать любую нагрузку. Обрезая еще тем самым летом, мы препятствуем разным заболеваниям, то есть закупорки сосудов, грубо говоря, как вы знаете, там выходит сок и высыхает ветвь. Путем этой обрезки дерево не будет высыхать, потому что мы стимулируем постоянно рост новых зеленых побегов, и дерево всегда остается молодым, тем самым еще и плоды увеличиваются в разы-два. Спасибо, подписывайтесь на мой канал. С вами был Виталий Орех. До свидания.